Сегодня в Приднестровье стартовало досрочное голосование по дополнительным выборам депутатов в Верховные и Местные Советы. О том, как проходит голосование в Бендерах, узнаем далее. Голосование досрочно, но условия такие же, как и в официальный день выборов. Бюллетени, кабинки, но вместо урны белый конверт, в который избиратели запечатывают заполненный бюллетень. Председатели отмечают, в территориальной избирательной комиссии созданы все условия для комфортного, а главное, анонимного голосования. Человек приходит на избирательный участок наш, заполняет вот такое заявление о том, что он изъявляет желание проголосовать, указывает причину. То есть причина это может быть выезд за рубеж, как я уже говорил, гособязанности и командировочное удостоверение. После чего выдается бюллетень, проходит, голосует, слаживает в конверт. Мы его запечатываем, составляем три подписи, ставим печать и этот конверт будет скрыт уже 2 числа на избирательном участке. Напомним, в досрочном голосовании принимают участие граждане, которые по тем или иным причинам не смогут принять участие в дополнительных выборах, которые состоятся 2 апреля. Иван Горченко пришел проголосовать заранее по причине отъезда. Считает, что отдать свой голос – это гражданский долг каждого. Молодым и средним возрастом прийти, отголосовать, проголосовать за лучших парней, которые предлагают нам и местные, и это говорит, полком, и люди, и знакомые, и все, чтобы было все в порядке у нас. Досрочное голосование продлится с 28 марта по 1 апреля. Проголосовать в эти дни можно будет в территориальных избирательных комиссиях, а 1 апреля уже в участковых. Никита Кондратов, Диана Федоренко, Иван Зелинский. Первый Приднестровский телеканал.